приветствую вас друзья подъехал ребаланс техники из патча 1.30 который насколько я понимаю будет 22 октября итак поехали смотреть что же там накрутили по циферкам а т-15 британская пт-шка которая у нас перед тортиком легендарным это худший танк 8 уровня повелитель дна хуже телеги просто не придумаешь и так что же этому танчик у улучшают понятное дело его улучшают как можно ухудшить худшие точность было 033 будет 031 сведение у нас было 2 и 1 будет 1 и 7 перезарядка было 6,6 будет 6 секунд то есть у нас улучшается точность скорострельность и сведения также броня рубки от 15 было 101 миллиметр это на штурмовая pt 100 миллиметров на штурму чисто рубашечку надел и пошел снаряды отбивать теперь будет у нас 254 на восьмом уровне теперь хотя бы танки без голды нас пробивать не будут это уже хорошо а то прям была бумажка картонная картон бумажный в маске было у нас 127 миллиметров будет сто пятьдесят два и четыре десятых лоб корпуса был 228 будет 254 то есть не парились просто лупанули 254 спереди везде и пойдет единственно что маска с дыркой но дырка стала чуть покрепче видимо уже натренированная дырка окрепла немножко встала потолще пробитие было 220 будет 230 а специальным 252 будет 274 это уже более-менее хорошее такое пробитие достойное орудие стоило 105 тысяч кредитов теперь будет 125 также орудие было восьмого уровня станет 9 также там еще пушечки посовывали местами что-то там насовывали туда-сюда тоже самое и у тортика стоковая пушка у тортика тоже апнулась таким же образом рассматривать это не будем поскольку в принципе торт не изменился поскольку но столько и пушка не интересно на девятом уровне теперь переходим т28 прототип мне нравился этот танчик конечно но какой-то он медленный и древенький и разработчики тоже это заметили добавили мощность двигателя и 1 и 2 и добавили брони во лбу башни было 203 будет 254 обалдеть я постоянно в щеке то танчик пробивал я помню еще на фцами когда играл я бы башками периодически там через раз на фцами башками в древние еще века в щеке шпрота пробивал правда сейчас никто не играет не на проте этом не на фцами тем более поэтому такие извращения как в щеке пробивать этот танк башками уже и не встретишь такого но теперь когда мы будем качать эту ветку а ветка хорошая что ветка е3 что ветка е4 это хорошие ветки поскольку там на девятом левеле хорошие танки и на десятом тоже поэтому эти две ветки я одобряю к прокачке тем более что шпрот теперь еще и стал быстрее крепче во лбу башни так ему еще и хп добавили 150 стало 1300 теперь качать эти ветки будет еще лучше правда многие танки 8 уровня и многие ветки тоже апнули этот а был бы классный если все остальные танки не апали апнули только этот танчик так его просто подтянули но и все остальные танки тоже на месте не стоят следующий танчик м6 это у нас уже легендарная имба на шестом левеле тяжелый танк который уже несколько лет просто разрывает 6 уровень в клочья там пушка мега имбовая дпм на и скорострельные с у военными пробить и вообще там чуть ли не как у восьмерки голдой там пробивает все насквозь даже если в ней списка закину вообще пофиг там кажется голдой пробить и 242 под калибером насколько я помню это просто обалдеть и на мой взгляд танку надо бы пробить и срезать но это я так думаю что думают разработчики что у него сильно точная пушка 038 сделали 042 когда сильно быстро 7 секунд сделали 8 секунд также немножко по нерфили стабилизацию от поворота ходовой на 9 процентов и от 2 ходовой на 10 процентов и также от поворота башни на 33 процента но пробитие осталось на месте и мы как все дырявили так и дырявим но комфорт упал то есть и на танке стала играть не комфортно и стабилизацию по нерфе или и кд и точность и против него если он попадет все равно будет пробивать жестко но такое себе нерв такой себе противный вариант для обоих сторон и вот тут еще интересно прочитать что разработчики тут еще подписывают что они думают по этим танкам как они пришли к этим ребалансом и вот про м6 интересное написано м6 танк оказался слишком сильным для своего уровня сложно заметить что года три уже разрывает шестерки что спровоцировала его излишнюю популярность и эффективность случайных ранговых боях связи с этим будет скорректирован ряд характеристик машины что сделает игру против нее честнее то есть а до этого мы три года нечестно против нее играли точнее она против нас но я когда садился на эту имбу лютую рандому прям было плохо тут другое слово и не подберешь нечестно вообще но так пробитие имбовая как осталось так и осталось да не спорю возможно не надо делать там все пробития надо шестом уровне одинаковые но просто уменьшили комфорт а я так люблю комфортные пушки они кривущие поскольку выборы так добавляет дискомфорт ладно идем дальше есть у нас еще японская ветка и на пятом уровне тоже лютая имба которая разрывает рандом митсу 108 он и быстрый и бронированный и с пробитием и с огромной альфой хотелось бы чтобы он хотя бы ездил помедленнее и стрелял пореже раз он так жестко там душит что разработчики ему намутили время сведения было 2 и 3 будет 2 и 8 дальность было триста сорок обзора стала 330 на стоковой башни на топовой 350 было стало 330 в итоге у нас странно что на обоих башнях обзор 330 даже на 10 метров не увеличивается обзор на топовые башни это что-то там жестко закрутили обзор чтоб ты ничего точно не увидел скорость поворота башни и 1 и 2 сделали 26 градусов а было 34 максималка было 14 назад сделали 10 а вот максималку вперед не трогали также на двух ходовых ухудшили стабилизацию от поворота на 22 и 25 процентов а вот от поворота башни не ухудшали при этом скорость поворота башни улучшилась и стабилизация от поворота башни тоже должна немножко стать лучше но хотя бы поняли что это танк имба и надо его поднерфить поскольку он нереально жестко душит 5 левел но ехать вперед и давать большую альфу он будет по-прежнему как и давал а хотелось бы чтобы он так больше не делал также еще ребаланс 0 джуну это 6 уровня из той же ветки японский танк который вообще не похож на 5 уровень давайте вот посмотрим на его броню и понимаем что это огромный коробок зеленый в котором брони нет вообще и этот тяжелый танчик не может играться потому что он в коридорных картах куда не высунется его любой танк пробивает просто как пальцем бумагу а разработчики тут внизу пишут что джуну низкая скорострельность не позволяла машине эффективно играть против других танков 6 уровня для решения этой проблемы будет повышена скорострельность на всех орудиях и они апнули скорострельность на 3 пушках а у танка просто 90 миллиметров корпус 150 лоб башни щеки он пробивается на шестом левеле легче легкого даже бы башками я на нем когда выставлялся играл против врагов не понимал вообще почему я ни одного снаряда никогда не танкую потом посмотрел броню и понял что там нечем танковать там в принципе отбить снаряд почти невозможно это должно просто повезти и это везение будет происходить примерно раз в сто лет но у нас теперь будет скорострельность с которой мы будем выставляться в дырку в любую в коридорную и также получать по лицу от всех просто все кого мы видим все будут нас пробивать но мы будем в ответ чаще стрелять причем когда улучшили существенно прям неплохо так но мне кажется хотя бы в башне должна быть броня у него все равно на башне есть еще и лючок так пусть хотя был бомбаш не танкует что ли а так не надо выцеливать лючок ты просто в силуэт зеленый вот этот стреляешь если попал пробил ладно не со всеми ребалансами я согласен хотелось бы чтобы митсу 108 так не наглел чтобы джуну хотя бы башни немножко танковал поскольку у него вся ветка про то чтобы играть от башни а тут башня это просто решето у м6 равно осталось огромное пробитие более менее согласен с ребалансом шпрота более-менее согласен с ребалансом от 15 ну и в принципе это вот мое мнение по ребалансу а также в конце есть еще приписка небольшая обратите внимание в обновлении 130 в танках видимо напомнили что мы до сих пор в танках не в лодках не в огнеметных звездолетах не вертолете мы в танках оказывается су-122 в или б или в удис 03 кпз 3 проект 07 х к лад стрит фордон 120 будет доработана система подвески для снижения количества ситуации с прыгающим над горизонтом прицелом то ты шо вы же его поломали и починили невероятно молодцы класс спасибо дай бог здоровья насколько уменьшили полностью или на полтора прыжка в год посмотрим когда выйдет патч или на тесте пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока